всем доброе доброе утро сейчас у нас утро ко мне пришла сваха и она любезно согласилась показать как приготовить рыбу по грузински в лаваше не буду ей мешать пожалуйста сваха добрый день у нас есть рыба я заранее посолила попыщила приготовила у нас есть лук порезанный у нас есть картошка тоже посолила у нас есть специи сейчас мы попробуем сделать такой армяно-грудинский я армянка сама с грузии так что у меня все блюда как бы помешанные вот еще я показываю вам у нас двойное дно противень можно так обычные можно так лучше потому что мы потом в окончательности налем туда водичку чуть-чуть вы мне извините за мой нерусский я вам показываю вот такой лаваш когда лаваш получается не очень красивый и вы не можете его руле это или куда-нибудь употреблять можно вот так постелить противень лаваш на противень вот так ну получается нам мы берем столько сколько нам надо бывает большой противень бывает маленький ну вот так но так как вообще-то надо и сверху тогда мы уже не будем резать уже сверху вот покроем это а если бы противень большой то тогда можно один лаваш вниз другой лаваш вверх укладываем сюда накладываем рыбу нашу рыба свежая да но у нас берется армянская там в севане которая рыба обитает сига но себе здесь нету я взяла пеленгасик ну так как она пеленгас не очень черная рыба моего подожди сваха мы потом его это сделаем скажи что ты хотела поперчили и посолили да поперчили посолили да ну я уже сказала что мы ее посолили поперчили вообще-то когда противень большая берется ряд того ряд того картошки и это нам уже не надо ну так как получилось что мы взяли маленькую порцию ну чтобы лишь бы вам показать дорогие мои родные вот так картошечка картошечка крупно да да крупно надо резать крупно картошку ну можно вот так одну рябешку ну так вот каждая хозяйка по-своему может импровизировать суть в том что вот что с чем и куда употреблять тот продукт который уже мы обычно не можем привычным своем как бы ту рулете употреблять или куда-нибудь вот так пожалуйста так теперь это тоже у нас все дать вас возьми так теперь мы берем лаврушку сейчас сполоснуть например вижу так рыбу да да ну естественно лаврушку мы тут по бокам это по желанию это не обязательно ну как бы вкуснее конечно рыба любит лаврушку рыба любит горошек перец который у нас уже есть до черный но желательно смесь перцев но если под рукой есть черный перец ничего страшного пойдет и черный перец так берем нам и масло сливочное чтобы она была на рыба чтобы было и картошка вкусная получается и рыба вкусно получается режем вот такими кусочками брусочками как бы секундочку это не долго готовить любая хозяйка как бы сколько бы не уставшая была может быстренько там рыбу можно предварительно почистить держать в холодильнике как бы два-три кусочка вот так мы не жалеем масло ставим масло ну она растопится и если рыба жирная если рыба жирная не надо масла но вообще-то все равно картошка свое берет и лаваш как бы да чуть-чуть можно так и сверху мы так вот сыпаем вот это щедро тогда щедро это сначала чуть-чуть я самое самое важное я забыла сказать в чем фокус как бы армянский мы сюда кладем обычно тархун но так как не было тархуна у нас я тут не нашла я взяла эстрагон ну похож на тархун чтобы не сильно сильно не было как бы приторно или как бы я не знаю может неправильно говорю да 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 духовка должна быть разогрета и лука не жалеем вот так обильно вот надо вот прижимать чтобы сок больше не нормально смаха ну чтобы картошка успела за рыбой не знаю я свою духовку вот все видно да сколько тут лука пошло смотри сваха так мы поднимаем вот эти края сюда вот укутываем укутываем да ну можно даже еще один кусочек сверху еще да вот так полезно вот средний кусочек дай мне пожалуйста который средний да который средний он побольше вешал руками лаваш не любит ножа вот и получается и красиво и этот лаваш будет ты можешь остальной лаваш тоже сверху положить ну он видать на очень вкусно да конечно все давай чуть-чуть водички сюда в полстакана сваха полстакана водички мы тут приподнимаем чуть-чуть эту противень туда вниз наливаешь водички может может еще это можно будет да да ну у стакан смело можно потому что у нас противень не будет лежать ради аранда паром паром да а если нет таких возможностей обычная противень нужно до чтобы пошла вот и все сваха вот так ставится и ничем не мажется сверху и ничего и в духовку и будем ждать сколько не могу сказать ну и во сколько за то ну я пока на 30 минут ставлю на 30 минут так если что мы добавим да если что мы добавим да все и ждем и ждем и ждем и ждем я еще будет время обещаю вам очень много очень простых экономных рецептов бюджетные варианты бюджетные варианты с лавашом там и без лаваша тоже ждем 30 минут вот наша рыба и готова сверху аккуратненько убираем лавашик он съедобный мы чуть-чуть помазали запах стоит просто аромат а вы что не чувствует не передает камера аромата сваха а ножка с него ножка или как ты говоришь лаваш не любит ножа да да лаваш не любит ножа руками все она там просто вот как в собственном соку пропарилась овся да получилось вот так уже слов нету извините за грубость слюнки текут так сваха тарелочка тарелочка пожалуйста хорошо и все спирсы чувствуются сразу что они все закрыты были вот именно вот хлебом да попробуй так дорогие мои моя сваха сильварда уже ушла а я решила попробовать нашу рыбку как и полагается с ткемали вот такой ткемали делается из алычи вот так видите здесь и лаваш и картошечка и рыбка и мы сейчас рыбку немножечко сделаем с ткемали и попробуем я вам скажу как это вкусно ну-ка вкусно что вкусно то вкусно очень вкусно по моему так рыбу можно любую приготовить в лаваше и она будет нисколько не хуже блюдо получилось удачным вкусным всем советую приготовить так рыбку на этом всем пока не забывайте подписываться на мой канал и хороших вам теперь уже зимних дней